Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Стандарт у них один. И есть только две разновидности по ушам. Даже номер стандарта один и тот же. Вязки между ними не рекомендованы, но возможны. При вязке двух папильонов может родиться фалин. При вязке двух фалинов может родиться папильон, вот как в нашем случае. У папильона уши стоят, у фалина? Уши висят. Это генетика. Вообще порода начиналась с фалинов. Фалины были изначально, а потом уши поставили. Ну вообще как бы папильон это собака-бабочка, фалин это собака-мотылек. Да, то есть они различаются и таким образом тоже. Вот, ну стоят или висят уши, ну это конечно отравитель. Фалину не мешают большие уши? Нет, большие уши не мешают. Большие уши фалин только украшают и очесы, спускающиеся вниз, в некоторых случаях даже до земли. Ну это как бы очень красиво. Название папильон, если правильно произносить, это папильон. Это французское произношение. Но при переводе через транскрипцию получается папильон. И мы называем, ну кто как называет, но в принципе называют папильон. Ну мне кажется, эту породу уже нельзя назвать иначе. Они такие же летящие, такие же легкие, такие же воздушные, такие же прекрасные, как и бабочки. Это собаки не просто красивые, воздушные, летящие такие выставочные декоративные собачки. В какой-то степени можно сказать, что это и служебные собаки. Как охранник, эта собака не самый лучший выбор. Конечно, она может произвести много шума, но на этом все и закончится. Но вообще по уровню интеллекта эта собака стоит на 10 месте среди всех пород. Очень легко обучаема, всем абсолютно трюкам, всем номерам, всем командам. То есть, если надо сдать общий курс дрессировки, мы его сдадим. Если нужно сдать защитную караульную службу, мы, наверное, тоже ее сдадим, только менее. Папильоны очень много участвуют в аджилите, очень удачно участвуют на уровне и аджилитных собак Бордер Коли, и других, которые все-таки ведущие аджилитные породы. Собака на самом деле очень чувствует хозяина, очень чувствует его настроение. Приходя домой, если ты в плохом настроении, она не будет к тебе липнуть, она будет смотреть тебе в глаза и ждать, когда ты дашь ей эту возможность. На взлете эта порода у нас, но на самом деле эта порода невероятно популярна практически во всем мире. Почему у нас такая задержка? Люди все-таки присматриваются очень сильно. Сейчас люди очень выбирают себе породу, очень много звонков с вопросами. Чем отличается эта порода? Какой уход? То есть нет сейчас такого, что человек утром проснулся, он хочет собаку, открыл рекламу, поехал и купил. То есть сейчас очень большое количество людей именно выбирают себе породу. На много лет себе члены семьи. Поэтому папильон попадает именно в эту категорию. Сейчас папильоны уже достаточно популярны. Их много на выставках, их можно встретить в городе. И их видно. Фалинов мало. Фалинов у нас только 10 собак, зарегистрированного в Латвийской кинологической федерации. При этом 2 привозных и 8 только рожденные в Латвии. Поэтому фалинов только набирают свой оборот. Уже появились почитатели именно фалинов. Но папильоны уже на пике, конечно. Какими качествами должен обладать человек, который хочет взять такую собачку? Вообще-то человек какой-то должен быть тонкий. Я обратила внимание, что люди больше любят папильонов с сушками, которые стоят. И чисто внешне. Кажется, они красивее, чем фалинов. Я вот смотрю на свою папильона и на свою фалину. И я думаю, что фалин – это как скрипка. Хоть внешне красивее, конечно, с поставленными ушами. Люди сейчас выбирают эту породу, хоть она сначала может даже казаться каким-то дворняжкой. Когда я после Йорка купила в друзья папильона, мне подруги говорили, что ты купила? Вот у тебя красивая собака, дворняжку какую-то. Йорки своим характером, они все же терьеры. А эти такие компаньоны, такие нежные, такие умные, такие ласковые. И особенно фаланы. Я имею в виду, вот они особенные какие-то. И вот на выставке иногда приходишь, если с фаланом, очень мало людей подходит спрашивать. Вот такой хорошенький, красивый там. Но если подходит, то люди совсем другие. И они какие-то более чувствительные, так скажем. Правда? Были какие-то собаки до папильона? Нет, не было. Я сколько, 6 лет назад встретила у знакомых папильона, поняла, что я хочу, убираю, хочу эту собачку. Вот купила одного папильона. Потом случайно попала на выставки и поняла, что это мое выставки. Ну, тот был не выставочный, к сожалению. Ну, бракованный, скажем так, да. И вот потом мне совершенно случайно досталась вот эта вот красавица, доча наша. Вот, и я не могу, просто я не представляю, как бы раньше без них жили бы. Так, ну и сколько будет еще собак? Ну, уже 4. Я думаю, уже все. Может быть, это не предел? Может быть, не знаю еще. В чем интерес выставки? Общаться, какой-то адреналин. Это смена деятельности, наверное, да, для меня. Вот смена обстановки. Мне это очень... Ну, мне нравится. Мне нравится. Даже если не побеждаешь. Обидно, когда не победишь, конечно, да. Но когда побеждаешь, это вообще что-то. Я считаю, когда твоя собака самая лучшая, самая красивая, ее выбирают самые лучшие, это красивые. Так приятно. Тяжело ли ухаживать за этими собачками? Мыть, чесать? Нет, совершенно не тяжело. И это может показаться по такой шерсти, что она очень красивая, длинная. То есть уход требуется большой. Нет, их можно мыть, ну, раз в месяц, наверное. То есть живут они у нас дома, естественно, не на улице. Они и так чистые. И шерсть большого ухода, трудоемкого, она не требует. Что говорят на улицах, когда видят этих собачек? Очень многие сейчас уже узнают. И уже подходят с криками попиены, очень красивые попиены. Раньше спрашивали, что это за порода. То есть она действительно у нас, она малочисленная, так скажем. Сейчас уже побольше у нас проводится на международных выставках. Их уже стало много, потому что приезжают иностранцы тоже со своими собаками. Но когда мы покупали, вот, в принципе, у Тани Соня была одна из первых. Потом Стэнлика, вот мы тоже из Эстонии привезли. Это собака для интеллектуальных людей. Тонких, да, но с интеллектом человек тоже должен быть. Попиенов просто так не покупают. Бывают ли люди, которые согласны платить любые деньги за престиж, за то, чтобы вот это было на груди просто потому, что это модно? Да, этих людей у нас мало. Ко мне подходили москвичи прямо на пляже, потому что мы по Юрмале очень часто гуляем. Вот для тех, я так думаю, что ценовая политика, ну, не очень важна. Для наших людей все-таки, если это не заводчик, и если человек, например, хочет именно родословную собаке, то есть он хочет производить собак, тогда за ценой вообще не стоит. То есть цена вопроса не волнует. Если это просто обыкновенный человек, который хочет себе красивую собаку, да, попиены, они достаточно, ну, не очень дорогие, но не дешевые собаки. Вот из тех, кто брал собак, приходили люди, говорили, что он нас удивляет своим интеллектом, своим поведением. Все. И очень многих эти собаки просто вытаскивали из очень тяжелых жизненных ситуаций. Они как никто, они действительно собаки-компаньоны, они как никто, подходят вообще людям от детей и заканчивая пожилым возрастом. Ну, заканчивая разговор об этих удивительных собаках, я могу сказать, что лично я рекомендую для всех, кто хочет взять маленькую собачку. Конечно, чаще всего это жители города. Обратите внимание на эти две породы. Посмотрите, какие они чудесные. Они так замечательно играют. Они так замечательно сидят на руках. Они так замечательно относятся к людям. Это умные, красивые и очень хорошие члены семьи и компаньоны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова